Всем привет! Форвард Реала Криштиану Роналду перед церемонией награждения золотого мяча дал обширное интервью, которое тут же подхватило большинство ведущих спортивных изданий. Давайте вместе узнаем, о чем же они тут пишут. Кстати, тут предлагается опрос. Возьмет ли Роналду очередной золотой мяч? Предлагают кликнуть «Да» или «Нет». Предлагаю вам внизу написать самим, сделает ли он дубль в этом году или нет. А теперь перейдем к интервью. Итак, португалец пожелал, чтобы у него было 7 детей и столько же золотых мячей. Невероятно! Напомню, у него совсем недавно родилась дочь. Случилось это в середине ноября. Теперь он воспитывает 4 детей, а золотых мячей у него также 4. Вот такое интересное совпадение. Так что до его заветного желания осталось совсем немного. Чем же он это объяснил? Понятно, что ему уже скоро 33 года и за оставшееся время, пока он еще играет в футбол, ему хочется выиграть как можно больше трофеев. Также Криштиану сказал, что в его интересы входит не только футбол. Здесь нужно пояснить, что он имел в виду. Он счастлив, что у него много детей и это еще одна его цель. Так вот, в его интересы входит не только футбол, но выиграть очередной золотой мяч он очень хочет. Но другого ответа я от него и не ожидал. А на следующий год у него в планах уже 6 трофей. Но постой, еще нужно этот выиграть. Также футболист смело смотрит в будущее и уже предположил, что в плей-офф Лиги Чемпионов его клуб может выйти на Парис Сен-Жермен. Предположу, что он рассматривает ПСЖ как одного из главных конкурентов в этой Лиге Чемпионов. Но самого игрока нисколько не пугает ПСЖ и его звездный состав. Так как Реал очень сильный клуб. Выиграл два последних трофея и с этим нужно считаться, добавил Роналду. Также он хотел бы выйти из группы с первого места. Но у Реала в этом году, как и в прошлом, попалась сильная группа. Надо сказать, что в пятом туре Лиги Чемпионов Реал сыграет с Апоэлом на выезде. А в ближайший уикенд клуб ждет дерби с Атлетико. Напомню, что Роналду стал лучшим игроком мира 2017 года по версии FIFA. А теперь в начале декабря предстоит узнать, кто станет лучшим игроком по версии France Football. Ссылку на все футболистов, которые претендуют на награду, вы сейчас увидите. Напомню лишь, что португалец выиграл золотой мяч в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах. Ставь лайк, подписывайся, если было полезно и пока.